ТОП-10 шампуней от псориаза волосистой части головы. При диагностике псориаза требуется незамедлительно начать лечение недуга, поскольку псориатические бляшки могут распространиться по всей поверхности шевелюры. Достаточно эффективно в этом деле зарекомендовали себя шампуни от псориаза, которые улучшают состояние дермы волосистой части головы. Снимают воспалительные процессы из ут. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Принцип действия те, кто столкнулся с псориазом, должны понимать, что косметическим способом устранить недуг не получится. Ведь заболевание связано с ослабленным иммунитетом и ветровирусами, которые передаются по наследству. Единственное, что можно сделать, залечить проблему. Давайте разберемся, что такое псориаз. Это проблема, которая связана с регенерацией кожных покровов. Стандартное отшелушевание верхних слоев дермы происходит по истечении месяца, а в случае с псориазом отслоений кожи совершается каждые 4-5 дней. Таким образом, ороговевшие чешуйки накапливаются, формируя псориатические бляшки, поверхность которых чем-то напоминает пчелиный воск. На голове у человека может образовываться один или несколько очагов, а при запущенности болезней ими покрывается вся голова. Необязательно идти к дерматологу или трихологу, чтобы определить, псориаз у вас или дерматит. Псориатические пополы практически всегда имеют четкий контур, который приобретает розовый или красноватый цвет. Ни в коем случае сильно не расчесывайте шевелюру, иначе вы не выведете шелушение, а только заработайте ранки, в которые могут проникнуть микробы. Именно благодаря действию шампуней улучшается регенерация кожных покровов, устраняется зуб и болевые ощущения, происходит смягчение. Кожных покровов и их увлажнение оказывается легкий пилинг, поэтому ороговевшие чешуйки быстро счищаются, уменьшаются пораженные. Участки и больше не образовываются новые псориатические бляшки, нормализуется работа сальных желез, убирается грибок и другие микроорганизмы, обитающие на коже головы. Плюсы и минусы среди плюсов лечебных шампуней, которые призваны устранить симптомы проявления псориаза, выделяют легкость и простоту. В использовании и применении средств практически ничем не отличается от обычного мытья головы, воздействия не только на кожные покровы, но и на структуру самих волос, довольно быстрый эффект в течение вторых недель при соблюдении инструкции препятствий развитию новых попул, восстановление регенерации кожных покровов, очистку дермы от шелушений. Минусы использования шампуня также существенны. Многие препараты могут вызвать аллергические реакции. Редко встретишь средства, которые разрешается использовать беременным, кормящим матерям и детям. Кроме того, лечебная косметика против псориаза стоит недешево, может обеспечить пересыхание волос, подходит не всякой коже головы. Часто вызывает привыкание. Противопоказания с применением шампуня против псориаза нужно быть предельно осторожными, ведь некоторые из них содержат сильно действующие вещества, которые могут проникать в дерму, а затем впитываться в кровь. Шампуни на основе кетоканалзола, климбозола и гормональные средства категорически противопоказаны беременным. Не стоит их использовать и людям, у которых наблюдаются сильные заболевания печени и почек. Все остальные лечебные суспензии следует тестировать на предмет аллергических реакций. Для этого просто капните несколько капель шампуня против псориаза на кожу запястья или внутренней стороны изгиба локтя и оставьте его на 10 минут. Наблюдайте за реакцией, в случае покраснения, отека или зуда лучше отказаться от тестируемого препарата. В некоторых случаях запрещается использование средств детям, людям с дерматитами кожных покровов, тем, у кого имеются язвочки в местах локализации попул, людям с сифилисом и злокачественными опухолями на коже. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Правила применения перед использованием любого шампуня от псориаза волосистой части головы следует внимательно читать инструкцию. В частности, способ применения. Советы по использованию. Некоторые флаконы необходимо встряхивать перед осуществлением процедуры мытья головы. Большинство средств наносятся на влажные волосы. Вы сначала майте голову для того, чтобы очистить дерму от кожного сала, а затем подсушивайте локоны махровым полотенцем. Когда пасма будут слегка влажными, распределите шампунь от псориаза на голове. При нанесении целебной суспензии старайтесь наносить препарат преимущественно в местах скопления попул. Обязательно помассируйте кожу головы, чтобы средство проникло в более глубокие слои эпидермиса. На дерме распределяйте активную формулу подушечками пальцев, ведь вы можете поцарапать раздраженные участки своими ногтями. Выдерживают шампуни от 5-7 минут, затем промывают обильным количеством жидкости. Можно повторно осуществить процедуру с применением выбранной лечебной косметики, но не более вторых раз. При лечении псориаза шампуни используют 2-3 раза в неделю, в течение 14 дней. Затем следует уменьшить количество подходов, преимущественно применяют 1 раз в неделю. Случается, что кожа головы привыкает к действующим компонентам, которые находятся в шампунях. Как правило это случается по истечении 2 недель. В таком случае сразу менять препарат не стоит. Лучше подождать недельку-другую, а затем возобновить терапию. Рекомендуется обзавестись двумя шампунями, дегтярным и лечебным. Их нужно чередовать. После мытья головы не сушите волосы феном, а также применяйте отвары для ополаскивания волос. Обзор шампуней существует целый перечень шампуней, которые способны устранить папулы. Вектор действия у них различный, направленный на очищение от омертвевших частичек на основе дегтя, серой, салициловой кислоты, убивающие микроорганизмы, в частности грибок петероспорум, стафилококи и стриптококи, с добавлением перетиона цинка, китоконозола, климбозола, снимающие воспаление и боль на базе картикостероидов, гормонов, поэтому применяются только после консультации с дерматологом. И трихоловом – детские шампуни, которые используются в качестве профилактики между основными курсами терапии. Таким образом, чем мыть голову при псориазе, решать вам. Но для оценки стадии псориатических проявлений лучше обратиться за помощью к трихологу или дерматологу, которые как раз и назначат. Оптимальное средство для лечения. Обзор самодейственных препаратов – SkinCup. Это шампунь призвано обеззаразить кожные покровы. Он отменно борется не только с бактериями, но и с грибком. В состав препарата входит перетион цинка и множество других полезных компонентов. Противопоказания у SkinCup практически отсутствуют, они сводятся только к индивидуальной непереносимости препарата. Наносится средство несколько раз на влажные волосы. Первый эффект достигается после 14 дней активного применения – 2-3 раза в день. Стоимость довольно высокая – 750 250 рублей. Итриликос. Ключевым компонентом этого средства является гормон клобитазол, который призван убрать образовавшуюся сухую корку и снять воспалительный. Процесс покраснения изуд. Его целесообразно применять в целях профилактики, поскольку он не убирает шелушение, а только снижает риск обострения недуга. Цена на препарат находится в пределах 700 000 рублей. Средство нужно наносить на сухую голову и выдерживать порядка 15 минут. Лучше всего сочетать с шампунем, который оказывает отшелушевающий эффект. Будьте всегда внимательны с применением отривекса. Не исключены случаи, когда улучшение наступало после первых двух недель, а затем ситуация усугублялась и псориаз проявился с двойной силой. Ольгописк. Он содержит деготь из можжевельника. Густая субстанция при нанесении на кожу головы оказывает заживление ранок образовавшихся при расчесывании, убивает грибок и снимает покраснение. Флакон в 200 мл обойдется вам в 1000-1200 рублей. Перетион цинка. Подобный шампунь достаточно положительно зарекомендовал себя именно при псориазе. Он не только убирает бактерии, но и одновременно отшелушевает ороговевшие частички. За одну процедуру мытья головы рекомендуется наносить, а затем смывать средство два раза. Стоимость средства относительно невысокая – порядка 500-700 рублей. Псорилом шампунь. В борьбе с псориазом производитель предлагает два средства – дегтярный и салициловый шампуней. Первое средство хорошо заживляет различные ранки и снимает воспаление, а второе – занимается подсушиванием, отшелушиванием и питанием. Дермы, а также улучшает микроциркуляцию кожных покровов. Стоимость первого средства – 500-600 рублей, а шампуня с добавлением салициловой кислоты – 400-500 рублей. Низорал. Считается одним из самых эффективных средств. Его основным веществом выступает кетоконазол, который эффективно борется с грибком и любого рода инфекциями. Помимо этого косметика прекрасно заживляет раны и стабилизирует работу сальных желез. Если при первом использовании вы почувствуете незначительное пощипывание, отменять терапию не стоит. А вот при серьезном жжении следует отказаться от препарата. Это средство опустошит ваш кошелек на 850 рублей. Либридерм. В линейке шампуней, которые предназначены для борьбы с перхотью, псориазом, лишаем и сибарийным дерматитом, значатся два средства. С дегтем – стоимостью в 350 рублей, цинком – стоимостью в 650 рублей. Первый препарат очищает кожу головы от шелушений, улучшает структуру волос и стабилизирует выработку подкожного сала, именуемого сибумом. А второй направлен на стабилизацию работы сальных желез и борьбу с микробами. Сульсена. Активным веществом этой косметики выступает десульфид селена, оказывающий благотворное влияние на работу сальных желез. Также в составе значится настой на корнях лопуха и коричный спирт. Целебная формула препарата нормализует деление клеток и способствует их корректному обновлению. Кроме того, после использования этого шампуня волосы приобретают красивый блеск. Купить его можно всего за 350 рублей. 911. Пожалуй, одно из самых дешевых средств, которое успешно устраняет покраснение изуд, а также очищает кожные покровы. Стоимость 90-150 рублей. Препарат не оказывает агрессивного воздействия. Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость березового дегтя. Кито Плюс. Позиционируется как препарат противомикозного действия. Его ключевые компоненты китоконозол и перетион цинка выведены синтетическим способом. По отзывам пользователей помогает избавить кожу от сухой корки, которая располагается сверху на вапулах. За 60 мл вам придется заплатить порядка 550 рублей. Не нужно думать, что лечебная косметика молниеносно избавит вас от симптомов псориаза. Должно пройти минимум 2 недели, чтобы вы почувствовали улучшение состояния кожных покровов. Таким образом, шампуни при псориазе волосистой части головы должны подбираться с учетом состояния кожных покровов и степени запущенности недуга. Существуют различные варианты лечебной косметики на основе китоконозола, перетиона цинка, тесульфида селена, дегтя, салициловой кислоты и кортикостероидных гормональных препаратов. Специалисты рекомендуют осуществлять подбор шампуня согласно рекомендациям трихолога и дерматолога, а также своевременно начинать лечение, чтобы не допустить распространения по пол. Псориаз волосистой части головы. Мой уход за волосами при псориазе волосистой части головы. Чем я крашу волосы? Принцип действия. Те, кто столкнулся с псориазом, должны понимать, что косметическим способом устранить недуг не получится, ведь заболевание связано с ослабленным иммунитетом и ветровирусами, которые передаются по наследству. Единственное, что можно сделать – залечить проблему. Давайте разберемся, что такое псориаз. Это проблема, которая связана с регенерацией кожных покровов. Стандартное отшелушевание верхних слоев дермы происходит по истечении месяца, а в случае с псориазом отслоений кожи совершается каждые 4-5 дней. Таким образом, ороговевшие чешуйки накапливаются, формируя псориатические бляшки, поверхность которых чем-то напоминает пчелиный воск. На голове у человека может образовываться один или несколько очагов, а при запущенности болезней ими покрывается вся голова. Не обязательно идти к дерматологу или трихологу, чтобы определить, псориаз у вас или дерматит. Псориатические пополы практически всегда имеют четкий контр, который приобретает розовый или красноватый цвет. Ни в коем случае сильно не расчесывайте шевелюру, иначе вы не выведете шелушение, а только заработайте ранки, в которые могут проникнуть микробы. Именно благодаря действию шампуней улучшается регенерация кожных покровов, устраняется зуб и болевые ощущения, происходит смягчение кожных покровов и их увлажнение. Оказывается легкий пилинг, поэтому ороговевшие чешуйки быстро счищаются, уменьшаются пораженные участки и больше не образовываются новые псориатические бляшки. Нормализуется работа сальных желез, убирается грибок и другие микроорганизмы, обитающие на коже головы. Плюсы и минусы среди плюсов лечебных шампуней, которые призваны устранить симптомы проявления псориаза, выделяют легкость и простоту. В использовании применение средств практически ничем не отличается от обычного мытья головы, воздействия не только на кожные покровы, но и на структуру самих волос. Довольно быстрый эффект в течение вторых недель при соблюдении инструкции препятствия развитию новых попул, восстановление регенерации кожных покровов, очистку дермы от шелушений. Минусы использования шампуня также существенны. Многие препараты могут вызвать аллергические реакции. Редко встретишь средства, которые разрешается использовать беременным, кормящим матерям и детям. Кроме того, лечебная косметика против псориаза стоит недешево, может обеспечить пересыхание волос, подходит не всякой коже головы. Часто вызывает привыкание. Противопоказания с применением шампуня против псориаза нужно быть предельно осторожными, ведь некоторые из них содержат сильно действующие вещества, которые могут проникать в дерму, а затем впитываться в кровь. Шампуни на основе кетоканалзола, климбозола и гормональные средства категорически противопоказаны беременным. Не стоит их использовать и людям, у которых наблюдаются сильные заболевания печени и почек. Все остальные лечебные суспензии следует тестировать на предмет аллергических реакций. Для этого просто капните несколько капель шампуня против псориаза на кожу запястья или внутренней стороны изгиба локтя и оставьте его на 10 минут. Наблюдайте за реакцией, в случае покраснения, отека или зуда лучше отказаться от тестируемого препарата. В некоторых случаях запрещается использование средств детям, людям с дерматитами кожных покровов, тем, у кого имеются язвочки в местах локализации попул, людям с сифилисом и злокачественными опухолями на коже. Правила применения перед использованием любого шампуня от псориаза волосистой части головы следует внимательно читать инструкцию, частности, способ применения. Советы по использованию. Некоторые флаконы необходимо встряхивать перед осуществлением процедуры мытья головы. Большинство средств наносятся на влажные волосы. Вы сначала майте голову для того, чтобы очистить дерму от кожного сала, а затем подсушивайте локоны махровым полотенцем. Когда пасма будут слегка влажными, распределите шампунь от псориаза на голове. При нанесении целебной суспензии старайтесь наносить препарат преимущественно в местах скопления попул. Обязательно помассируйте кожу головы, чтобы средство проникло в более глубокие слои эпидермиса. На дерме распределяйте активную формулу подушечками пальцев, ведь вы можете поцарапать раздраженные участки своими ногтями. Выдерживают шампуни от 5-7 минут, затем промывают обильным количеством жидкости. Можно повторно осуществить процедуру с применением выбранной лечебной косметики, но не более вторых раз. При лечении псориаза шампуни используют 2-3 раза в неделю, в течение 14 дней. Затем следует уменьшить количество подходов, преимущественно применяют 1 раз в неделю. Случается, что кожа головы привыкает к действующим компонентам, которые находятся в шампунях. Как правило это случается по истечении 2 недель. В таком случае сразу менять препарат не стоит. Лучше подождать недельку-другую, а затем возобновить терапию. Рекомендуется обзавестись двумя шампунями, дегтярным и лечебным. Их нужно чередовать. После мытья головы не сушите волосы феном, а также применяйте отвары для ополаскивания волос. Обзор шампуней. Существует целый перечень шампуней, которые способны устранить папулы. Вектор действий у них различный, направленный на очищение от омертвевших частичек на основе дегтя, серой, салициловой кислоты, убивающие микроорганизмы, в частности грибок петероспорум, стафилококи и стриптококи, с добавлением перетиона цинка, китоконозола, климбозола, снимающие воспаление и боль на базе картикостероидов, гормонов, поэтому применяются только после консультации с дерматологом. И трихоловом – детские шампуни, которые используются в качестве профилактики между основными курсами терапии. Таким образом, чем мыть голову при псориазе, решать вам. Но для оценки стадии псориатических проявлений лучше обратиться за помощью к трихологу или дерматологу, который как раз и назначит. Оптимальное средство для лечения. Обзор самых действенных препаратов – SkinCup. Это шампунь призвано обеззаразить кожные покровы. Он отменно борется не только с бактериями, но и с грибком. В состав препарата входит перетион цинка и множество других полезных компонентов. Противопоказания у SkinCup практически отсутствуют, они сводятся только к индивидуальной непереносимости препарата. Наносится средство несколько раз на влажные волосы. Первый эффект достигается после 14 дней активного применения – 2-3 раза в день. Стоимость довольно высокая – 750 250 рублей. Итриликс. Ключевым компонентом этого средства является гормон клобитазол, который призван убрать образовавшуюся сухую корку и снять воспалительный процесс покраснения из ут. Его целесообразно применять в целях профилактики, поскольку он не убирает шелушение, а только снижает риск обострения недуга. Цена на препарат находится в пределах 700 000 рублей. Средство нужно наносить на сухую голову и выдерживать порядка 15 минут. Лучше всего сочетать с шампунем, который оказывает отшелушевающий эффект. Будьте всегда внимательны с применением Этри Векса. Не исключены случаи, когда улучшение наступало после первых двух недель, а затем ситуация усугублялась и псориаз проявился с двойной силой. Ольгописк. Он содержит деготь из можжевельника. Густая субстанция при нанесении на кожу головы оказывает заживление ранок образовавшихся при расчесывании, убивает грибок и снимает покраснение. Флакон в 200 мл обойдется вам в 1000-1200 рублей. Перетион цинка. Подобный шампунь достаточно положительно зарекомендовал себя именно при псориазе. Он не только убирает бактерии, но и одновременно отшелушевает ороговевшие частички. За одну процедуру мытья головы рекомендуется наносить, а затем смывать средство два раза. Стоимость средства относительно невысокая – порядка 500-700 рублей. Псорилом шампунь. В борьбе с псориазом производитель предлагает два средства – дегтярный и салициловый шампунь. Первое средство хорошо заживляет различные ранки и снимает воспаление, а второй – занимается подсушиванием, отшелушиванием и питанием. Дермы, а также улучшает микроциркуляцию кожных покровов. Стоимость первого средства – 500-600 рублей, а шампуня с добавлением салициловой кислоты – 400-500 рублей. Низорал. Считается одним из самых эффективных средств. Его основным веществом выступает кетоконозол, который эффективно борется с грибком и любого рода инфекциями. Помимо этого косметика прекрасно заживляет раны и стабилизирует работу сальных желез. Если при первом использовании вы почувствуете незначительное пощипывание, отменять терапию не стоит. А вот при серьезном жжении следует отказаться от препарата. Это средство опустошит ваш кошелек на 850 рублей. Либридерм. В линейке шампуней, которые предназначены для борьбы с перхотью, псориазом, лишаем и сибарийным дерматитом, значатся два средства. С дегтем – стоимостью в 350 рублей, цинком – стоимостью в 650 рублей. Первый препарат очищает кожу головы от шелушений, улучшает структуру волос и стабилизирует выработку подкожного сала, именуемого сибумом. А второй направлен на стабилизацию работы сальных желез и борьбу с микробами. Сульсена. Активным веществом этой косметики выступает десульфид селена, оказывающий благотворное влияние на работу сальных желез. Также в составе значится настой на корнях лопуха и коричный спирт. Целебная формула препарата нормализует деление клеток и способствует их корректному обновлению. Кроме того, после использования этого шампуня волосы приобретают красивый блеск. Купить его можно всего за 350 рублей. 911. Пожалуй, одно из самых дешевых средств, которое успешно устраняет покраснение и зуд, а также очищает кожные покровы. Стоимость 90-150 рублей. Препарат не оказывает агрессивного воздействия. Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость березового дегтя. Кито-плюс. Позиционируется как препарат противомикозного действия. Его ключевые компоненты китоконозол и перетион цинка выведенный синтетическим способом. По отзывам пользователей помогает избавить кожу от сухой корки, которая располагается сверху на вапулах. За 60 мл вам придется заплатить порядка 550 рублей. Не нужно думать, что лечебная косметика молниеносно избавит вас от симптомов псориаза. Должно пройти минимум 2 недели, чтобы вы почувствовали улучшение состояния кожных покровов. Таким образом, шампуни при псориазе волосистой части головы должны подбираться с учетом состояния кожных покровов и степени запущенности недуга. Существуют различные варианты лечебной косметики на основе китоконозола, перетиона цинка, десульфида селена, дегтя, солициловой кислоты и кортикостероидных гормональных препаратов. Специалисты рекомендуют осуществлять подбор шампуня согласно рекомендациям трихолога и дерматолога, а также своевременно начинать лечение, чтобы не допустить распространения по пол. Полезное видео о псориазе волосистой части головы. Мой уход за волосами при псориазе волосистой части головы. Чем я крашу волосы? Продолжение следует...